Друзья, привет! Это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко, и сегодня у нас очередной обзор на гитару от легендарной компании Mayton, модель ER90C. Готовы? Поехали! Итак, друзья, пару слов о бренде Mayton. Эта компания была основана в далеком 1946 году австралийцем Биллом Мэем. В то время на рынке главенствовали гитары акустические от американских производителей, и для австралийцев они были очень труднодоступны, поэтому Билл Мэй решил, что создаст свой инструмент из уникальных австралийских пород дерева, и первый свой инструмент он сконструировал фактически в гараже. Спустя несколько десятков лет на фабрике в Австралии трудится более 70 мастеров, ну а гитары Mayton стали по-настоящему признанными самыми топовыми музыкантами. Среди них Джордж Харрисон из Beatles, Джимми Пейдж из Led Zeppelin, Элвис Пресли из группы Элвис Пресли, ну и, естественно, легендарный всем известный гитарист Томи Эммануэль, который является лицом этого бренда, друзья, и поэтому сегодня мы рассмотрим потрясающий дредноут от компании Mayton, еще раз повторюсь, модель называется ER90C, и этот инструмент действительно является воплощением такого классического дредноута, верхняя дека у него сделана из ели, из массива ели, кстати, все инструменты Mayton изготавливаются только из массива. Около 10 лет назад производители полностью отказались от ламинированных материалов задней деки и теперь делают гитары только из массива. Итак, верхняя дека здесь сделана из массива ели класса 2А, это фактически премиум материал, обечайка и нижняя дека сделаны из индийского палисандра, что дает инструменту глубокий и очень насыщенный тембр. Гриф полностью выполнен из цельного куска древесины, это махагони, ну а накладка и бридж сделаны из палисандра. Ну а теперь давайте рассмотрим инструмент чуть-чуть поближе. Во-первых, корпус имеет приятную матовую отделку, на стыках дек и обечайки вот предусмотрена такая защитная белая окантовка, перламутровый пигард с фирменной буквочкой М, порожки верхней и нижней сделаны из натуральной кости, ну и застрой отвечают топовые колки Гровер, вот с такой потрясающей позолотой, естественно, удорожает вид инструмента максимально. Завершает внешний вид фирменный логотип Мэйтон на перегрифе, ну и также, друзья, не сказал, что с завода здесь установлены струны от компании Эликсир, фосфорная бронза, калибр 12.53. Давайте, наконец, послушаем, как же звучит этот потрясающий дредноут. Мэйтон на перегрифе, Друзья, ну и также гитара имеет встроенный звукосниматель AP5 от Мэйтон. Подробно об этом звукоснимателем рассказывали вот в этом ролике, посмотрите обязательно. И так, как вы знаете, помимо пьезодатчика, установленного под бриджем, также внутри имеется встроенный микрофон с кардиоидной направностью, который можно очень удобно легким движением регулировать в зависимости от своих собственных звуковых предпочтений. Друзья, ну а сейчас давайте послушаем, как звучит инструмент в акустическом варианте без подключения, записанный на обычный конденсаторный микрофон. Ну а затем послушаем три варианта подключения. Сначала только пьезодатчик, затем только встроенный внутренний микрофон, а затем микс 50 на 50. встроенный внутренний микрофон. Встречаем всеми sucks, когда Ты oke поясняй с кардиоидной, Ну что ж, друзья, подводя небольшой итог, хочется сказать, что этот инструмент в первую очередь подходит для аккомпанемента вокалу или другому инструменту, но и также за счет своих пород дерева, палисандр дает такую глубину, есть мнение, что лучше такие инструменты с такими низкими частотами подходят для мужского вокала. В отличие от 808 формы, столь популярной в линейке мейтены, предназначенной исключительно для инструментальной музыки, это как раз-таки форма больше подходит для аккомпанемента вокалу, ну и в то же время инструментальная музыка, она не тоже здорово звучит, особенно какая-то с агрессивной перкуссией, ярко выраженной вот здесь по корпусу, либо с приемами в стиле слэп. Это здорово все здесь прослушивается, за счет тембристых вот этих вот пород дерева, которые дают низов, это все звучит очень насыщенно и глубоко. Друзья, увидимся с вами уже в новых обзорах на канале Music Market, до новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok